добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о клевете четвертый признак того что вас пытаются использовать как транслятор или ретранслятор клеветы это невозможность никого диалога и общения что я имею ввиду если вам приходят и говорят брат паша такой-сякой нехороший или брат миша сделал то-то и то-то плохое попробуйте возразить этому человеку попробуйте сказать ему но может быть он имел в виду другое когда это говорил или может он хотел как лучше но у него не получилось попробуйте выступить в роли адвоката и вы моментально столкнетесь с невозможностью продолжать этот разговор потому что когда мы говорим о клеветнике его ведь задача не обсудить проблему не найти оптимальный выход не помочь согрешившему оклеветать опорочить поэтому его послание как раз на этом и заканчивается у клеветы нет дальнейшего продолжения кроме как убить украсть и погубить на этом все заканчивается очень просто если вы хотите понять насколько человек говорит правду то знаете я заметил одну вещь люди говорящие правду они не всегда уверены они готовы поговорить они готовы обсудить это они готовы на определенные компромиссы кто-то из великих сказал потрясающую вещь почему лжецы всегда побеждают а те кто говорят правду проигрывают потому что говорящего правду нет выбора нет простора для маневра есть только одна вещь но люди говорящие клевету они будут заходить с разных сторон но дальше вот самой клеветы разговор не пойдет и так отказ от продолжения диалога отказ от любого разговора это признак того что вы столкнулись с клеветой